Всем привет! Это Гриня. Сегодня 21 марта, не августа, марта. Хотелось бы, чтобы был уже август и все это закончилось, но у нас пятый день всеобщего украинского карантина и дела, по-моему, не сильно улучшаются. Давайте обо всем по порядку. Сегодня занимаюсь чуть-чуть машинами, чуть-чуть виртуальными гонками, всего по чуть-чуть. Как вы любите, погнали! Вы помните, вчера эта машинка была на развале и для того, чтобы комплексно подготовиться к тренировке и выкатить сразу две тачки, теперь я гоню эту машину. Тоже 350Z, тоже с BMW-шным мотором, но с очень другим BMW-шным мотором. V8, однако, M62. И знаете что? Я давно обещал как в Инстаграме, так и на Ютубе показать, как работает самый дешевый дашборд, наверное, который можно найти, который еще более-менее адекватный, потому что все, что там ниже 300 баксов, это прям совсем не стоит брать. Там такие какие-то показания с луны, там такие задержки по этим самым показаниям, что не стоит с этим связываться. Итак, Syncotec, Syncotec, и я думал, что, может быть, мы его будем переставлять или что-то такое, но, по-моему, настал тот самый момент. Отч! Все, эта штука больше не новая, прям совсем официально, и давайте я вам покажу, как же это выглядит в рабочем состоянии. Первая претензия у меня по этому дашборду, это мелкие показания. Ну, посмотрите, ну, прям, прям очень мелко. Действительно мелко, когда тебе нужно рассмотреть температуру, температура воды у нас, температура масла, ЕГТ, вольтаж, не думаю, что это что-то критическое, это только когда машина не заводится, там, или потери идут. Вот, как бы, вот такая история. У меня нет здесь датчика скорости, поэтому у меня всегда здесь большой ноль. Наверное, для машин, на которых ты катаешься на тренировке, или, возможно, для городских машин, где хочется дашборда, этот вариант неплохой. Но, смотрите, меня немного смущает, ну, не особо мне нравится то, что у него тоже присутствует у этого дашборда какой-никакой аллак. Смотрите. Он задумывается. Но это не принципиальная информация, это больше эстетическое удовольствие, чтобы тахометр срабатывал моментально. Больше интересуют, конечно, вот эти показания. И, смотрите, у него есть тут несколько кнопочек, и все эти кнопочки разве что могут показать тебе от нуля до ста километров в час, за сколько ты набираешь. Так как у меня нет датчика скорости, это бесполезная информация. Это одометр, и, ну, то есть реально это замена стандартной панели на дашборд. Это пробеги ваши, сюда же записываются, опять же, обороты, время, время чего, наверное, как-то его можно стартануть. Ну, сейчас у нас тут еще есть две кнопки, но это, наверное, яркость. Ай. Нет, они вообще ни за что не отвечают. И-то они слабенькие. И дата. Но так как у меня машина имеет выключатель массы, эта дата каждый раз сбивается. Ну, давайте посмотрим, как это будет в ходу работать. Что-то там даже как-то показываются обороты. Ну, как-то так отсечка выглядит. Давно я не был у Пашки. Привет, дорогой. Прямо со вчера. Я оставляю ему машину. Когда будет время, он займется ею. И я жду звонка. Давай, дорогой. А у меня другая проблема возникла, друзья мои. Я, конечно, себе придумал активность в виде ежедневного влога. Но, это у меня занимает время. Как по съемкам, так и по монтажу. И все, что мы с Настей говорили на выходных. 10 тысяч шагов в день нужно делать, чтобы не засиживаться дома. Пока еще можно ходить по улицам. И нет прямого запрета на это. Я третий день сижу и монтирую дома видосы. Вместо того, чтобы гулять по городу. И вот сейчас я оставляю машину. И тут, наверное, 2-3 километра до нашей базы. Как раз туда приду. А сейчас нужно вызвонить Ленина. Пусть приезжает и рассказывает мне, на каких серверах играть в Асету Корсу. И заодно разберемся с виртуальным нашим дрифтом. Потому что я прям вчера обзавидовался Ленину, что он остается. А я уезжаю монтировать влог. Я тут проходил мимо магазина. И тут, опа, увидел такую надпись. Карантин. Работаем на вынос. В магаз не входить. И я пришел уже на базу. И часики меня хвалят. 3 километра 200 метров пройдены. Так что сегодня уже часть нагрузки есть. Вечером можно еще на велике съездить. Или может по центру пройтись с семьей. Внезапное желание сделать небольшой боком ньюс. Но это не боком ньюс, друзья. А у нас ситуация. Мы же... Во-первых, мы побороли YouTube. И нашли, где была проблемка. Почему он снимал монетизацию. Поэтому карантин. Возвращаем название. И вроде как пока все нормально. Но посмотрим. Второе. По самому карантину. Количество людей в масках, как я уже говорил, увеличилось. И кроме этого, видно сразу. Центр города. Все в масках ходят. Такое все. Только отъехали к нам сюда, в промышленный район. На Молдаванку. Масок становится меньше. Народ такой себе на расслабоне. Не знаю, как это связано. Но на это я сразу обратил внимание. Что же в Украине? Пятый день карантина. То ли завезли больше тестов на коронавирус. Но у нас уже 41 случай заболевания подтвержден. И пока что это все западная и северная Украина. Но вот как-то в тех регионах все это происходит. В Одессе нет ни одного подтвержденного случая. Это радует. Потому что непонятно, как бы народ себя чувствовал. И какая бы паника тут появилась или не появилась. Обнаружили бы, если у нас кого-то с коронавирусом. Ну, такая себе динамика вообще не радует. Мы, если опять же в Китае все закончилось. И пошло жестко на спад. А у нас все походу только-только начинается. А до конца объявленного карантина осталось, ну, там, что-то меньше двух недель. И все свидетельствует о том, что карантин будет продлеваться. А если будет продлеваться карантин, соответственно, бизнесы подниматься не будут. Будет так же сложно работать, если не хуже. Потому что уже в нескольких областях Украины объявлено чрезвычайное положение. Но это не такая ситуация, что из дому не выходить. Это больше связано с тем, что усиленный режим работы экстренных служб, медиков, пожарных. Ну, короче, всех, кто может реагировать. А по всей Украине закрыты магазины. И есть такое предписание, вот как вы видели, ребята работают только на вынос, да, аккумуляторы. Что это значит? Что карантин, скорее всего, будет продлеваться. А если он будет продлеваться, то переноситься будут мероприятия. И я говорю об украинских гонках. Потому что за две недели с момента отмены карантина подготовить гонку, мне кажется, это почти нереально. И такое какое-то самоубийство для организатора. Дальше по международной ситуации. Дрифтмастерс вчера вечером объявили, что первый их этап в Австрии переносится на сентябрь. Открытие года еще одной серии, большой серии. Не отменено, перенесено. Но, считайте, мы в мае Дрифтмастерс не увидим. И теперь ждем сообщения от РДС, что будет. Потому что вроде как в воздухе витает, но никто не подтверждает, что первый этап куда-то переносится. Перенести его на неделю, для того, чтобы влезть в те рамки, которые установили для въезда иностранцев, мне кажется, нереально. Moscow Raceway тоже такое непростое себе место. И там, ребят, мы на этих выходных гоняться не будем. Давайте на следующий. Такой вариант не заходит. Ждем каких-либо новостей. Хотя бы РДС-GP открыл сезон, и это, на секундочку, было бы открытие летнего сезона во всем мире. А это уже, извините, серьезная заявка. Дальше. Гонки не останавливаются. Прямо сейчас, суббота, в Сочи проводится Сочи Дрифт Челлендж. И сегодня день квалификации, завтра день парных. Ну, вы, наверное, уже смотрите это вечером. Если вы пропустили, заходите в аккаунт Инстаграма Сочи Дрифт Челлендж. И там можете глянуть прямой эфир с сегодняшней квалификации. Ярко там. Там пустили ребят вот с этой маленькой площадки, где был закрытый парк, на большую трассу. И, блин, там очень все серьезно, там настолько все серьезно. Такая себе зимняя гонка превращается в очень крутой ивент. Летний ивент зимой. И это как бы противовес оманским всем движениям. Но завтра же вы можете смотреть уже полноценный прямой эфир. Единственное, что в группе ВК. Тоже Сочи Дрифт Челлендж. Мы что-то там пообщались на тему того, может быть, есть смысл сделать какой-то перестрим или рестрим на Ютубе. Можно даже, я предложил свой канал. Пока что фидбэка нет. Ну, посмотрим, как там пойдет. Может быть, в последний момент что-то там получится. Вы же знаете, у вас, правда, ведь колокольчик стоит на моем канале. И вы должны быть подписаны. И тогда вам придет уведомление, если мы вдруг действительно сообразим завтра сделать рестрим на Ютубчике здесь. Еще одна интересная новость. В Формулу-1 первые этапы отменены. И поэтому пилоты сидят без дела. Но им точно не привыкать к виртуальной реальности. Всю зиму они сидят на своих симуляторах. И поэтому сейчас я был приятно удивлен новостям, что Ферстаппин пытается сохранить свой имидж чуть ли не там непобедимого пилота. Но его потихоньку нагинают в виртуальном мире. Он сражается в R-Factor 2. Я слышал об этой игрушке, что она там на очень серьезном уровне со своими какими-то там левелами. Ты только определен на определенном уровне, либо с определенной репутацией можешь попасть в профессиональные гонки. Каждое твое движение фиксируется. И если какое-то нарушение, то тут же ты сваливаешься. Ну, короче, там все очень-очень серьезно в стиле именно гонок в реальной жизни. И Ферстаппин пока что у него дела обстоят не очень. В то же время Карлос Сайнс ездит на симуляторе в PlayStation 4. И там чуть-чуть ему не хватило, чтобы победить на прошлых выходных. И вроде на этих выходных очередная какая-то там виртуальная заруба. Так что формульцы не сидят без дела. И именно поэтому нам с Лениным надо бы поторопиться, собрать все железо вместе. Наконец-то настроить эту курсу, раздуплиться какие-то там серверы самые веселые. И потихоньку подтягивать профиков, чтобы можно было с ними вместе покататься, потренироваться. Ну, а может быть, если прям совсем затянется эта вся ситуация, может и сделать какое-то виртуальное соревнование. Во всяком случае, из Формулы 1 там уже есть какая-то там схема, когда профессионалы выступают типа вот по Wild Card, а проводится квалификация, к ним присоединяются лучшие прошедшие квалификацию непрофессионалы реального мира. Короче, есть над чем подумать и уже мысли об этом витают в воздухе. Наверное, пока по дрифту все. Есть еще куча всяких мелких новостей о Формуле Дрифт, типа как, помните, прошлогодняя хайповая электричка. Там прям все-все. Даже Дилан Хьюз ушел, нет, Дилан Хьюз, это механик Фортберга, Трэвис Ридер запустил свою собственную команду и едет уже не в команде электрички, а едет от себя лично и имеет свою там спонсорскую программу. Короче, но, блин, это все не актуально. Первый этап Формулы Дрифт будет в Атланте. И вопрос, будет ли еще. Из Штатов тоже приходят новости о том, что народ закрывается и сидит в изоляции. Ну и давайте, ребята, в комментариях рассказывайте, какие у вас новости. Я с удовольствием читаю, может, я там не на все отвечаю, но все комментарии читаю. И мне очень интересно, где и как складывается ситуация. И, блин, Москва, расскажите, как у вас дела. Будет первый этап на Москва в Рейсвей? Алло, алло. О, я, привет. Машину, выбери какой-нибудь этот, Еврофайтер. Он полегче. Еврофайтер, Е92? Да. У меня тут параллельно еще видеозапись идет, так что буду пояснять. Итак, я сижу за рулем Фанатек, у меня есть эквентальная коробочка, у меня есть ручник, а вот тут в наушниках у меня есть Леха Ленин, который меня пригласил на какой-то закрытый сервер. Что это за сервер, Леха? Нет, это не закрытый сервер, это я тебе просто скинул, чтобы ты не искал долго. А, вообще, опа. У-у-у-у-у, пошла жаришка. Сейчас, подожди, еще добавлю. Привет, привет. У тебя белый, да, Еврофайтер? А я сейчас выгляну. Да. Вот, это я перед тобой, ESX. А что вдруг Еврофайтер, с каких пор, этот, он праворульный? А это же типа Джеймс-1. А, ты куда? Так, ну, сами, сейчас пока ни с кем не едьте, посмотри трассу, потому что тут постанова вообще какая-то специфичная. Я понял. Специфическая постанова? Здрасте. Спасибо. Ну, держитесь. Сейчас, я вспомню, мало вам места будет. Давай, проведу тебя. Как слепого старика. А на какой передаче ставится? Четвертый. Саня, помнишь, что ручник у тебя там надо несколько раз, может, не сработать с первого раза? Ах ты ж. Да, гриня с первого раза тоже не всегда срабатывает. Я тебе скажу, очень крутая тема, это коробка. Реально такая, да? Да. Реалистичная. Механическое такое ощущение у нее там. А я езжу на шепразовом. Болезненавык. Единь, еди, 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 репайдер, нет. Я приехал. Это что, супра новая? Да. Так, ну, тупик. Сейчас я в целиком. Пору провожу. Пору ставишь сюда. У тебя в машине толпа едет. Да? Я так понял. Давай, газ, 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 газ. Четвертый, четвертый, Саня, четвертый. Не включай третий. Все, четвертый. Притормози и газ. Давай, 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 газ, газ, газ. Тормоз. Да я не трогал тормоз вообще, слышишь ты. Разгоняйся быстрее. Долг, долг, дольфачку. Давай, передел. Влево клип и в самую штуку. Вот здесь, ставь сюда, да, 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 да. А, тут клип есть, твою мать. Тебе надо, короче, вот этот клип внутренний, после него вдоль линии ехать, правой. Ну, блин, раньше перекладываться? А ты на чем? Я на сексе. А ты на белом. Газ, 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 газ. Левая нога, да, перепадка. Газ, 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 газ. Держи, 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 держи. Держи газ, держи газ. Держи газ. И перекладываться. И ручник. И газ. Газ, 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 газ. Ну, уже что-то. Спасибо. Блин, все так быстро происходит, я не успеваю фиксировать. В двух словах мы с Лениным друг друга не поняли. Я думал, он приедет сюда и будет мне рассказывать, как управлять этим симулятором. Хрен там. Он подключился по Дискорду и говорит, вперед, в бой. И это правильное решение. У меня было всего там минут 30 поиграть, к сожалению. Но я все протестировал. Ручник работает с переменным успехом. Поэтому там нужно еще заменить кнопочку. Но уже супер весело. И суперски себя показал шифтер. Шифтер это бомба. Сончик, я тебя недолюбливаю за то, что ты год назад такую штуку не заставил меня поставить. Кроме этого, прибегал Нортон, прервал мою игру и говорит, чего вы пендриваетесь? Вы нормально настроили сцепление. Просто был прикол в том, что машина строилась у него и он должен был дать свое заключение. Нет, все по сцеплению, все нормально, вопросов нет. То, что можно посмотреть на подъемнике и здесь в боксе, он говорит, все по плану, все нормально. Остальное сможем увидеть только на тренировке. У нас небольшой стрим в группе Bokom News в ВК. Но вы это увидите уже в записи. Так что, если что, заходите туда. Там новости, какие есть, проскакивают. А заодно вот такой стримчанский с ответами на вопросы. Можете посмотреть его записи, наверное, уже. А после этого машину, которая D-Pro 350Z, нужно забирать с развала у Пашки. И на этом срочно собирать манатки и ехать монтировать этот влог. Ну, вот так всегда. Я приехал забирать тачку, а камеру забыл на базе. Поэтому на этом, наверное, сегодня заканчиваем. Вроде как ничего не делали. Такой день насыщенный. Но обе машины уже готовы к тренировкам. Благодаря Паше. Только на улице пошел дождь. И сейчас, по ходу дела, будет какой-то незапланированный дрифт. Тут ехать недалеко, но Bokom может машину выставить. Тем более, эта тачка на заварке. Вы, друзья мои, сообщайте, как ваши карантины проходят. И, конечно, не болейте. Там в комментариях я все читаю. И вы читайте друг дружку, что где происходит. И давайте вознаграждайте лайком. И на этом пятый день карантина подходит к концу. Дождь нафиг не нужен. Что теперь делать? Только в виртуальные игры и рубиться. Все. До завтра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!